Всем привет, это Наталья Барбонская и вы... И кстати, вы наверное уже узнали взять из подготовки на самолитской франции и сказать, что это возможно, но нужно все равно что-то в Алтага. Считается, а вот, она же ПНТ. Непосредственно, как я, срохотой Азов-Сталин. Посмотрите, уже были приношены сюда, справа на левый берег. Здесь включили штурмовую францию и вышли на новые рубежи. Дядь, расскажи, почему мы на БМП туда едем? Потому что на машине не проедем. Дорог нету. Сегодня утром наши саперы только пробили туда подъезд, чтобы можно было подъехать в естниках. Поэтому приходится пока везти, когда мы все остались. где противник был здесь? Вот тут еще вчера был. В этих девятиэтажках и в частном секторе. По правую руку. ПРОМОТЕРОВАЮТСКИ Субтитры делал DimaTorzok 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 Уже фактически проходная на Азовсталь Ребята на протяжении двух дней боев продвигались за кварталом Даже в этих девятиэтажках накануне были серьезные столкновения Пообщались с Воробьем, с одним из героев сомалийских, который участвовал фактически на протяжении всего штурма Мариуполя в этой боевой операции Он рассказал, как тут развивалась ситуация в последние дни Субтитры делал DimaTorzok Ну что, ты расскажи, как обстановка сейчас Сейчас охуенно, и в солнышко, лето, птички поют Поступает весна Расскажи, вы здесь бои шли еще накануне, я так понимаю Да, вчера еще бои в новострое Как заходили, расскажи Блядь, смутно, смутно Зашлись нормально, закрепились, одного подранили, одного, блядь, расстреляли Потом оказалось, что двое каких-то, сука, дворезов, блядь, сверху остались Это что было, нахуй, блядь Ну что, их потом ликвидировали, я так понимаю? Так и точно, один с пограничника, один с Тазова Одного мы, видимо, с Гранднад скидали Второго сначала снайпер там что-то снимал Потом его с Бэхи еще, блядь, разорвало Да не все еще, думаю, там, наверное, валяется А так слынивали Одного подраныш потом уже к вечеру взяли Мы его сначала подранили, он начал сядивать сюда, в глуп А к вечеру его уже взяли в гражданке Сначала, кто он там? Грек, да? Я грек, я грек, там, блядь Он, блядь, харни брали его Вот только что при нас вышли люди со стороны непосредственно Азов-стали Они полтора месяца практически находились в заложниках У нее он нацистов Что касается обстановки на данный момент Вот относительная затишка Потому что в очередной раз был отдан срок для того, чтобы боевики блокированные на Азов-стали сдались Ребята ждут, но в любой момент готовы продолжить штурм С вами был проект Варгонза, Семен Пеков Специально для вас, подписчики Азов-сталь Семен Пеков Семен Пеков Семен Пеков Продолжение следует...